Обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Мы, жители Республики Башкортостан и движение «Обманутые дворники» официально объявляем голодовку 16 сентября 2022 года. Требуем отставки главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и главы городского округа города Уфы Радмира Мавлеева за бездействие, которое привело нас к этим мерам. Глава Республики Башкортостан Радий Хабирова должен быть отрешен на занимаемые должности вследствие развала экономики, социальной сферы, за коррупцию в органах власти и местного самоуправления, ухудшение межнациональных отношений, введение в заблуждение федеральных властей посредством предоставления ложной информации. Также требуем отставку правительства Республики Башкортостан за хроническую неспособность к управлению экономикой и социальной гуманитарной сферы. Жители Республики Нищенские зарплаты, непомерно высокие тарифы ЖКХ, Башкортостане полный развал сельского хозяйства. Также идет разграбление природных ресурсов, уничтожение экологии в угоду предпринимателей. Мы, представители движения «Обманутые дворники», более двух лет добиваемся повышения заработной платы. Нам не выплачивает заработная плата в полном объеме по Минтруду. То подтверждается неоднократным проверкам. Мы не можем даже добиться элементарного условия для работы. Это инвентарей, спецодежда и страхование жизни и здоровья. И самый главный жизненный, важный для нас вопрос – это социальное жилье. С 2009 года в Башкортостане не выдают социальное жилье. Для работников ЖКХ со стажем 10 лет. Мэр города Уфы Мавлеев не использовал данной законной возможности для решения жизненно важной для нас вопроса социального жилья. Мы требуем мэра города Уфы Мавлеева отставки. Я общественный деятель Шерматов Гершот Тахирович. Уже более шести лет занимаюсь общественной работой в Республике Башкортостан. Это вопросы коррупции, ущемления социальных прав, экологии и многое другое. Несколько примеров. Первый – это вопрос экологии. Я, как житель Благовещенск, уже более года совместно с садоводами СНТ «Энергетик» занимаюсь вопросами нарушения природоохранного законодательства в Турбослинской птицефабрике, входящей в холдинг «Русское зерно». При утилизации куриного помета систематически нарушается природоохранное законодательство. А это порча воды, порча земли, загрязнение атмосферного воздуха, огромное количество насекомых, грызунов. Организация, занимающаяся вопросами утилизации ООО «НПП «Ареал». уже неоднократно привлекалась к административной ответственности. Были неоднократные судебные разбирательства. Неделю назад в арбитражном суде Республики Башкортостан состоялся процесс, где пытались взыскать с ООО «НПП «Ареал» нарушение природоохранного законодательства 300 миллионов, но арбитражный суд встал на сторону предпринимателей. Прокуратура более года собирала материал, а в суде все оказалось по факту простой видимостью проводимой работы. Второй и наиболее важный вопрос – это служба судебных приставов. Неоднократное обращение жителей Республики касаемо работы с службой судебных приставов – это арест социальных выплат, это неоднократный арест денежных средств по исполнительному производству, который был исполнен ранее, самая распространенная – списание денежных средств с детских пособий. Еще один немаловажный вопрос – это федеральные программы, в которых участвует Республика, например, благоустройство парковых территорий, это завышение объемов работ, это завышение цен, это низкое качество проводимых работ. И всем этим занимается одна единственная организация, которая создает проекты, сметы, которые изначально завышены. Это парк Кашкадан в городе Уфе, в который было вложено более миллиарда рублей, где нет элементарно даже модульных туалетов. Ну и качество работ на очень низком уровне. Парк в городе Благовещенске, где в прошлом году уже было судебное разбирательство, и вновь данный подрядчик проводит работы по реконструкции. В отдаленных районах Республики дела обстоят еще хуже, например, это набережная в селе Чикмагуш, парк в городе Сибай и многие другие парки на территории Республики. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, глава городского округа города Уфы Радмир Мавлеев, главы муниципалитетов Республики Башкортостан, не хотят работать с активными гражданами, с общественными организациями, которые фактически раскрывают существующие на территории Республики проблемы. Умалчивание проблемы приводит к ее еще большему усугублению. Голодовку за отставку главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, главы городского округа города Уфы Радмир Мавлеева и правительству Республики Башкортостан мы объявляем 16 сентября 2022 года.